Юлия, приветствую вас. Благодарю, что нашли время и возможность присоединиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Идет разбор завалов в Умане, многоэтажки, по состоянию на этот момент уже 21 жертва. Как вы это можете объяснить? Вы знаете, во-первых, прежде всего, пункт первый, это потому, что он опять накопил ракеты. Мы долгое время видели, что после, ну, собственно, после конца зимы, после того, как даже Путин понял, что его план уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру просто полностью провалился. Он, видимо, копил эти ракеты. Если как-то рационализировать вот то, что происходит, а я не уверена, что с Путиным это следует делать, но если это как-то рационализировать, то можно предположить, что это часть программы, превентивной программы, которую генералу Путину доказывают, вот мы срываем украинское наступление, и тем самым мы отвлекаем ПВО с фронта, и оно не будет на фронте, а оно будет вынуждено ловить ракеты, летящие в девятиэтажки. Но две вещи я хотела бы отметить. Ну, откровенно говоря, было несложно предсказать, что действительно с приближением украинского наступления Путин будет использовать ракеты. Очень трудно было предположить, что он действительно будет стрелять по жилым домам, он действительно стреляет, на этот раз, по жилым домам, потому что более рациональной военной целью, кажется, скажем, кажется, мосты и какие-то ключевые элементы инфраструктуры, например, вокзалы и так далее. То есть, понимаете, мы тут, с одной стороны, у нас очень много неясностей, мы вынуждены представить себе, как думает человек, а, абсолютно неадекватный, а, б, человек, который рисует себе разные фантастические картины, и, в, человек, которому врут, причем постоянно врут генералы. Мы это просто знаем, насколько ему врут генералы. Ну, помимо того, что мы это многократно наблюдали просто в прямом эфире, когда какой-нибудь российский генерал рассказывает о сто пятьсот тысячах уничтоженных хаймерсов. Ну, вот, например, из нынче раскрытых утечек Пентагона мы видим, как российские генералы, не тоже сумляшися, докладывали о том, что, так сказать, они успешно в феврале дезинформировали ВСУ о том, что они будут наступать из Беларуси. Ну, Алена, по-моему, мы здесь обсуждали, что российское наступление из Беларуси в феврале этого года. Это просто вот полный фейк и сделано, чтобы как-то отвлечь внимание от Донбасса. То есть, ну, только попугай не обсуждал. Вот как в таких условиях можно серьезно доказывать начальнику, что мы их развели как маленьких лохов, это непонятно. И это просто как маленький пример того, что происходит внутри высшего российского командования. А как другой маленький пример того, что происходит внутри высшего российского командования, мы можем видеть вот недавнюю комедию с тем, что то ли Путин, то ли не Путин приехал на фронт, приехал без... ну, тоже не на фронт, он приехал в 150 километрах от фронта, так что никакой Хаймерс не достал, даже если это не Путин, На это, скорее всего, не был Путин. Он приехал в поселок Счастливцево. Его не сопровождал Шойго и Герасимов, а через некоторое время после это не сопровождал, подчеркиваю. То есть он общался с генералами рангом Нижи, с Лапином, с Макаревичем. А через некоторое время мы услышали, что снимают Мизинцева и других российских генералов. То есть это выглядело как-то... Царь-батюшка приехал на фронт, узнал, что на самом деле происходит, и разжаловал вот этих нехороших бояр. Но, тем не менее, судя по всему, это действительно так. То есть Путин понимает, что его дезинформирует высшее руководство, вне зависимости от того, ездил он или не он ездил на фронт. Так вот, это я к чему. Вот очень сложно в уравнении с таким количеством неизвестных понять, как именно думает человек, который накануне украинского наступления начинает, вернее, ну, не человек, а его генералы, в том смысле, что непосредственное решение о том, что будут бомбить, принимают они, начинает наносить удары именно пожилым домам. Причем я обращаю вовше внимание, что, значит, позавчера это были в Николаеве, сначала сказали, что это были «Калибры», но оказалось, что это были ракеты «Искандер-К», что, ну, то есть их больше года не было на фронте. «Искандеры» ни разу не поражали энергетические объекты Украины. «Искандер-К» – это, который крылатый «Искандер», это немножечко другой «Искандер», неволистический, но, тем не менее, ни тех, ни других просто мы не видели зимой, потому что их запасы упали до критических нескольких уровней. Сейчас это ракеты Х-101, которые теоретически одни из самых точных, которые имеются у Путина. И вот, соответственно, все эти ракеты, которые летели на Киев, были перехвачены. 11 из 11, если я не ошибаюсь. Но понятно, что и вот, соответственно, Путин какие выбирает истории. А давайте стрельнем в омонь, потому что, ну, по думанию, наверняка такого ПВО нет. Значит, как я уже сказала, рациональное зерно может быть такое, что это попытка генералов отчитаться Путина, что они таким образом, каким-то способом предотвращают украинское наступление. Ну, искать рациональное зерно, там маленькое рациональное зерно может заключаться в том, что ПВО будет оттянуто с фронта. Ну, во-первых, фронтовое ПВО и вот то ПВО, которое сбивает эти ракеты, это две разные большие вещи. Но вот, извините, если я что искренне понимаю, ну, конечно, там, я, может быть, филолог, и что-то не понимаю, но военные эксперты тоже не понимают. Мы сейчас морали всей этой истории оставляем далеко за скобки. Не понимают реально, почему Путин не пытается нанести удары по тем элементам инфраструктуры, которые могут быть воспользованы в военных целях для переброски войск на фронт. И один из очевиднейших ответов, видимо, заключается в том, что он просто не может с такой точностью прицелиться. Кстати, в связи с этим, я напоминаю, что вот в этих утечках Пентагона содержались сведения о 12 мостах с конкретными координатами, которые ГРУ установило эти координаты, что, в принципе, несложно, можно для этого воспользоваться Google Maps. ГРУ установило эти координаты и передало, соответственно, Генштабу. Ну, не было понятно, когда будет нанесен удар. Но, как известно, попасть в мост да еще ракетой, ну, тем более, это ракета, если Х-22, это вообще невозможно, там круговое вероятное отклонение 300 метров. Если это Х-101, теоретически возможно, но похоже, что практически не очень. Кстати, Юля, вы вспомнили о Беларуси, да, и мы достаточно часто в наших стримах обсуждали позицию, изменчивую позицию, да, Лукашенко, которого вы точно так же неоднократно в стримах называли Лукашеска. Алена, я глубоко протестую. Позиция Лукашески абсолютно неизменна. Она называется «Дайте мне удержаться у власти». Хотите, я для этого буду на цыпочках, хотите, я буду для этого на четвереньках, хотите, буду ходить, я не знаю, курочкой, хотите, буду, значит, все, что угодно. Так что, да. А тут сейчас вопрос, перед кем? Перед кем на цыпочках? Так, и я в контексте чего? Последнее заявление, где он сказал о том, что даже западники ему говорят, цитата, это очень важно, да, «Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются, имеется в виду нападать». Ну, во-первых, господин президент, как-то странно, вот когда он цитирует представителей Запада, ведь не все западные страны говорят о его легитимности. А во-вторых, вот это заявление именно сейчас, чем оно продиктовано? Вот это какое-то заигрывание перед Западом или это повышение ставок перед Путиным? Что это такое? Вы знаете, я вот боюсь вас разочаровать, что, конечно, вот господин президент, вы очень точно отметили, что эти слова звучат в его музыке, и я не уверена, что они были произнесены. Ну, почему он это говорит? Это он как бы свою легитимность пытается этим... Господин президент, это так, как бы он хотел, чтобы к нему обращались, да, а вдруг к нему обращаются «Эй, ты, картофельный!» Там же уже больше такой-то он принят на Западе. Я бы обращалась не к господин президенту, а к госпожа президенту, и не к нему, а к Тихановской. Но это ладно. Что касается того, что, да, конечно, очень просто выстроить зависимость, что вот пока Путин был силен, Лукашевску рассказывал, давайте я вам покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь. Легендарные слова, которые уже даже положили на музыку. И в нескольких письмях издевательских я это слышал. Потом он рассказывал, давайте сейчас немедленно заключим перемирие. А теперь, значит, он говорит, что оказывается, кто бы мог подумать, никто на Беларусь не собирался нападать. Я боюсь вас разочаровать, но проблема заключается в том, что некоторые высказывания Лукашенко, они, как бы так сказать, его просто несет. Вот человек говорит сначала то, потом другое, ровно за тем, что мы это обсуждали, как вот в свое время Алкивиат отрубил собаки хвост, когда друзья спросили, а зачем ты это сделал? Он сказал, чтобы все афины обсуждали, зачем Алкивиат отрубил собаки хвост, а не что-нибудь другое. Вот, Лукашенко очень похож. Не стоит. Вот понимаете, вот если пьяный стоит у супермаркета и чего-то кричит, то иногда он просто кричит. Ну, достаточно, на самом деле, вот то, что вы сказали, объясняет такую изменчивую позицию, которая достаточно часто в его высказываниях звучит. То он видит реальную угрозу из Польши, то, оказывается, никто на него нападать не собирается. Тут о логике. Вот мы начали разбираться в том, что сложно... Я, Алена, да, пожалуй, добавлю, что вот он делает массу противоречивших заявлений, которые, как ему кажется, он же, как и всякий, понимаете, всякий человек, который больше 20 лет просидел в власти, он социопат и психопат. А и всем социопатам кажется, что они всех окружающих людей легко разводят. И вот я не исключаю, например, что он думает, что в зависимости от того, кто победит. Ну, правда, уже ясно, кто победит, но тем не менее. Он в каждый подходящий момент будет вытаскивать именно это высказывание. Говорит, а я говорила это, а я говорила это. А, что, что, они противоречены? Ну, это я не знаю, что-то вы неправильно цементифицируете меня. А вот когда мы говорим о диктаторах, да, с их отклонениями, у всех ли у них, как считаете, есть двойники? Лукашенко может иметь теоретически двойника или нет? Или это из разряда конспирологии? У Лукашенко есть сын Коля. Вот это да! Коленька у него есть. Понимаете, вот это точно тот человек, который без двойника. И, кстати, я никогда не слышала даже предположение, что у Лукашенко есть двойник по той простой причине. Но вы посмотрите на этот человек, который там всюду бегает сам на своих ногах. Даже когда была революция, он лично бегал с автоматом. Вы представите себе Путина лично бегающего с автоматом. Ну, со стерхами он летал. Мог бы двойник где-то с автоматом возможно и пробежать или нет? Или даже двойника не выпустят на такое спецзадание? Вы знаете, я не знаю, конечно, на что могут выпустить двойника, потому что я говорю, что у меня нету стопроцентной уверенности, что это путинский двойник посещает места, скажем так, недалеко от фронта или Мариуполь. То есть у меня есть два взаимопротиворечивых объяснения тому, что происходит. Одно из них заключается в том, что Путин настолько не... То есть оба они базируются, оба мои утверждения, представления о действительности базируются на том, что мы видим, что Путин паранояльно всего боится, причем не только микробов, но и, судя по всему, и табакерок летающих, и самолетов, и натовских томогавках, потому что, ну, все его столы, вот эти вот гигантские размером с футбольное поле, все эти бронепоезда, которыми он пользуется вместо самолетов, все люди, которые сидят на изоляции перед встречей с ним, все эти бронированные клетки, которые вокруг него, когда он выступает в Лужниках, указывают на крайнюю степень парано. А табакерки, он боится даже от Пескова, когда он сидел от него на 5 метров, то есть есть какое-то окружение, которое минимальное, он доверяет, или это касается даже Ковальчуков, которых он там через дезинферацию пропускает, держит на расстоянии 5 метров и так далее? Ковальчуку, насколько я понимаю, он доверяет, мы просто не видели официальных снимков Ковальчука, но я так понимаю, что вот проблема заключается в том, что Ковальчук, он же действительно заразен, только он заражает боевыми комарами и некоторыми другими представлениями. Вот Ковальчука, он, к сожалению, себя полностью подпускает на заразную дистанцию, второй человек, относительно которого, мы видим, делаются исключения, называется Си Цзиньпин. Ну, там просто вассальные отношения, понятно, попросили бы сапог поцеловать, так не то, чтобы руку, пожалуй, пришлось бы и сапожки лобызать. Так вот, значит, соответственно, вот с учетом этой паранойи я вижу в визитах вот этих разных Путина то на мост, то в Мариуполь, то в Счастливцево две теоретические возможности. Первая теоретическая возможность заключается в том, что Путин понимает, что он оказался в такой чудовищной изоляции, что он не доверяет, кстати, совершенно справедливо вообще всему, что ему говорят. И его визит на мост это, например, просто реальная попытка, посмотреть, есть ли там мост или его врут. Его визит в Мариуполь это реальная попытка посмотреть, построено ли хоть что-то в Мариуполе или все деньги с Коммунистера с Единоросселя, то есть с Путинили. А его визит на фронт без, ну, еще раз, все-все, я повторяю, что не знаю, визит почти на фронт, опять же, без Шойгу и Герасиму, это реальная попытка, типа, вот мне генералы врут, давайте я поговорю с генерал-полковником Лапином, как будто он правду скажет. Это как один вариант, и тогда понятно, почему эти визиты так странно обставлены, почему, например, визит в Мариуполь заключается в том, что ночью Путин с Хуснулиным, его вице-премьером, приезжают посередине пустого ночного двора, на котором стоит деревянный стол. Ночь. Мариупольский квартал отстроенный, ну, действительно, такой маленький квартал, поэтому там стоят отстроенные здания, по крайней мере, у них фасады отремонтированные, но я думаю, что отстроены, действительно отстроены. И, значит, там детская площадка, ну, новенькая, представляете, выкрашенная. Ну, вот тут какой-то просто пьеса Кавки или Беккета. Роман Кавки или пьеса Беккета. И, значит, посередине, наверное, на этом столе показывает Хуснулин Путину картинки, как красиво отстроен Мариуполь. И тогда я понимаю, почему все это происходит на свежем воздухе, и почему вокруг нет людей. То есть это Путин по-прежнему боится микробов. Но тогда я не понимаю, почему он здоровается в этих поездках за руку. И, соответственно, у меня рождается второй вариант, что это все-таки двойник. Я, в общем, скорее, скажем так, все люди, которые в курсе ситуации, которые действительно знают, мне говорят, что двойник действительно существует. Тогда понятно, почему этот двойник здоровается за руку, но тогда для меня непонятно, почему этот двойник ведет себя настолько осторожно, потому что двойника-то действительно можно было бы послать в окоп и поднимать вагнеровцев в атаку в Бахмуте. Представляете, Путин приезжает в Бахмут, поднимает людей в атаку, еще там получает ранение куда-нибудь. пиар-красота. Так, получает ранение куда-нибудь и что, потом каким-то чудным образом воскресает, вот если убирают двойника? Ну, я уже... Кремлевская верхушка устраивает бунт? Вот просто хотелось бы понять в этой констерологической теории, да. Нет, я уже просто раскрываюсь, потому что я однажды сказала, что самое лучшее для Путина, если бы двойника замочили, а потом сказать, что Путин воскрес как Христос через три дня. Вот, это приняли за какое-то руководство к действию. Нет, я типа просто шутила и думала, что делать с двойником и что делать в том случае, если двойнику что-то прилетит. Но тем не менее, нет, вот мы так, собственно, с чего-то мы начинали. Мы просто обсуждали проблему двойнику. А, да, мы обсуждали, начинали с проблемы двойников и Лукашенко. Так вот, у Лукашевского, двойников точно нет. Да, вот, ну, это, это вот не на каждого диктатора наговаривают. Надо дойти вот до этой степени изоляции, до вот этих шестиметровых столов, до бронепоезда, до сдачи кала, до сотрудников, которые, ближайших к нему, которые полгода сидят на карантине и под дверь подсовывают еду, чтобы пошли вот об этом случае. А логики диктаторов, то, о чем мы говорим, очень тяжело разобраться и, в принципе, понять. Я все же достаточно часто вот в наших с вами разговорах обращала внимание на тему сталинизма, вот такого вот восхваления Сталина, это при том, что Россия тоже пережила репрессии, но, тем не менее, уровень поддержки сталинских репрессий и сталинизма достаточно высок среди среднестатистических россиян. Тут в сети появилась достаточно интересная картинка. Слушайте, он среднестатистических грузин высок. Это довольно удивительно, я думаю, что если мы... Я не знаю, там, честно говоря, насчет уж там просто вот уж такого уровня... Я не помню последних социологических данных и не сильно в Советском Союзе уровень Сталина, к сожалению, в брежневское время тоже был достаточно высок, в том числе везде, к сожалению. Большие злодеи, крупные злодеи, они обладают вот этой привлекательностью для, скажем так, незрелой части населения. Я просто о логике, да, и тут скорее к вам вопрос как к историку. Появились кадры российской БМП вот в сетях, в телеграм-каналах и там такие надписи были. С нами Бог и за Сталина. Это при том, что Сталин во время репрессий массово священнослужителей убивал там просто до сотни тысяч доходило. Как это все вот... Какой логикой руководствуется? Это банальное там незнание истории. Что это вообще такое? Ну, слушайте, что это за феномен? Нет, одну секундочку. Во-первых, одна единственная БМП там не является социологическим примером. Во-вторых, таких надписей, по-моему, даже еще с эпохи позднего Брежнева, там на любом советском москвиче, ну, теоретически можно было увидеть. В-третьих, как мы прекрасно видим, вот вся вот эта вот зюгановская верфушка, не говоря уже о единороссах, да тут он сам патриарх Кирилл. Слушайте, а можно я вам приведу другой пример? Не про Богу и Сталина? Да, конечно. А вот если вы в таком местечке, которое называется Южный Вьетнам, ну, вообще Вьетнам, да, не Южный, не Северный, просто Вьетнам, зайдете в тамошний буддийский храм, то вы очень часто среди всех этих фигурок Буд встретите фигурку товарища Хо Ши Мина, который тоже в виде Будды, значит, перед ним навалены приношения. Если вы спросите проходящих, а как же так, вроде Тарща Хо Ши Минта, вот буддистов, особенно монахов и особенно священнослужителей, вешал живьем, закапывал и все так далее, так далее, то вот вот тебе разведут руками и скажут, ну, вот так вот он известный человек, поэтому он сейчас стоит в буддийском храме. Все бывает в истории. Ну, а, собственно говоря, как сейчас уживается, ведь социология с одной стороны показывает, ну, опять же, какая в России социология, но тем не менее, да, вот эти вот кадры, там, веры, да, какая-то есть. Веры в Бога и веры в мистику, мистицизм и так далее, что абсолютно как бы противоречит друг другу. Это тоже какая-то спецоперация Ковальчука? Это стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А Бог это же неразновидность мистицизма? Ну, собственно говоря, да. Нет, другое дело, что это еще с начала перестройки, я помню, приезжаю в какой-то маленький городок, там, стоять на автобусной на остановке киоск, в киоске написано «Икона Божьей Матери хорошо очищает прану». Это совершенно типично для этого слой людей, это такая синкретическая религия. Кстати, я не вижу ничего в ней плохого или там, лучшего или худшего по сравнению с христианством, потому что христианство само довольно синкретическое, много раз менялось в соответствии с временем. Не заставляйте меня говорить об этом, потому что мне этому посвящено большое количество книжек. Сами месседжи христианства радикально менялись, потому что мне, конечно, неудобно сейчас вспоминать об этом, потому что это уже там богословская эстетическая дискуссия, но я вас уверяю, что первоначальный месседж Иисуса Христа, он звучал, как вот я сейчас приду с войском ангелов на облаках и поражу всех римлян молниями, и все будут жить вечно, мои приверженцы, а все, кто мне не верит, это плохие люди, которые отправятся в геоногу. И вот после того, как случилась неприятность, римляне схватили Иисуса, и как-то войско ангелов задержалось, и как-то так это самое с огненным дыханием тоже не получилось. И, в общем, его распяли, и, казалось бы, вся эта история должна была накрыться медным тазом, потому что его приверженцы должны были пожать плечами и сказать, обещал у ангелов, обещал молнии, обещал огненное дыхание, ничего не случилось. Все сеансы закончены, расходимся. То, видимо, те люди, которым не хотелось терять свой статус, они сказали, сначала они сказали, так, мы его видели воскрешен, все нормально, он воскрес, скоро он придет снова, все повторится с войском из ангелов на облаках, с молниями, и, в общем, значительное количество поколений христиан верило, что вот придет сейчас непременно при их жизни, пока наконец пошли слухи, что что-то запаздывает Иисус, пришлось как-то объясняться, почему он запаздывает. Начались тексты типа второго послания Петра, что Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, так что, значит, когда он сказал, что я приду, сразу имелось в виду какой-то более другой временной промежуток, тогда начались разные перетолкования, в числе прочего была, значит, изобретена знаменитая фраза, что, значит, дело не в том царстве, которое на земле, а что царство, то царство, которое на небе, то царство, которое на небе, согласитесь, его трудно потрогать, поэтому, если его обещать своим приезженцам, то там выпутиться гораздо легче. А потом пошла история о том, что мы тут любим своих врагов, хотя врагов первоначально обещали изрубить в капусту, кстати, в таком виде, идеология оказалась гораздо более заразной и гораздо более непобедимой. Так что вот христианство много раз в своей истории тоже менялось, поэтому я совершенно не манилу, не вижу ничего странного в том, что такая религия, которая была, как я уже сказала, склонна многократно меняться под действием тех временных властей, ну, там сильные изменения, например, были во времена императора Константина, который ввел день празднования дня рождения Иисуса 25 декабря, который по числе случайности совпадал с днем рождения Митры, в которого Константин в этот момент тоже верил или даже сказал бы я гораздо более сильно верил. Но это тоже разные другие истории. И как-то вот духовенство согласилось. так что почему нельзя Сталина кооптировать четвертым членом Троицы в эту многократно изменявшуюся, колебавшуюся в связи с линией партии религии, я не вижу. Просто понимаете, большая часть всех этих колебаний, она все-таки происходила где-то до четвертого века, ну, до пятого, в крайнем случае, там еще была история с кооптацией Богородицы из-за Августа Пульхеи. Не будем об этом говорить. Так вот, как бы, вот после пятого века она уже как бы начала постелить и не очень сильно гоняться. Вот тут Путин опоздал на полторы тысячи лет, точно так же, как и Тайпины. Там же, если вы помните, когда в середине девятнадцатого века было восстание Тайпина в Китай, тот человек, который его возглавил, он провозглашал себя братом Христа. Вот он тоже опоздал, как я уже сказала, ну, тысячи на полторы лет. Юля, возвращаясь, вот смотрите, к этому, к шаманизму, в прошлом году неоднократно в разных эфирах политолог Валерий Соловей, он говорил о том, что решение о полномасштабном вторжении в Украину Путин принимал после проведенных шаманских обрядов. Вот шаманы... Да, собаку там приносили разных животных назывались, но на самом деле была такая информация. До последнего... Если так... Это правда. До последнего не было понятно, а что будет 9 мая будет как-то удаленно по видеосвязи Путин выступать, но все-таки Песков сказал, что будет выступление его на Красной площади. Так вот, тут у меня вопрос. Тоже шаманы? После общения с шаманами он принял это решение. Ведь диктатор панически боится, если не выйдет двойник, ведь диктатор панически боится этого всего. Это очевидно. Нет, ну, во-первых, вот насчет 9 мая у меня тоже как-то сомнения берут. Они даже бессмертный полк отменили, чтобы Путин вышел. Во-первых, посмотрим, выйдет ли, во-вторых, посмотрим, не будет ли этот двойник. Но мы видим, что в свою очередь есть две важных истории. Первая, что, суть по всему, в СУ ведут против 9 мая такую большую серьезную психологическую войну, потому что, вот если подумать, зачем этот беспилотник летал над Кремлем и его показали в прямом эфире, да, зачем же, то, наверное, один из главных ответов, чтобы воздействовать на мозги Путина, чтобы он не вылез, и чтобы это было всем видно, и чтобы это было смешно. Потом мы знаем, что из утечек пентагоновских, что на 24 февраля на годовщину вторжения в СУ хотели наносить удары беспилотниками по объектам на территории России, значит, их как-то там американцы от этого удержали, но мы ничего не знаем насчет 9 мая, и я думаю, что там в Кремле сейчас некая большая паника, потому что вот есть культ 9 мая, который является составной частью путинской религии, и как-то так вот, ну, мало того, что ничего нельзя предъявить из побед на 9 мая, хотя, возможно, я не знаю, насколько там, что будет с Бахмутом, видимо, Бахмут с большой вероятностью к этому времени, не знаю, не могу сказать, пойдет, просто от него ничего не останется, там, по-моему, как раз, суть по тому, что мы видим по картам, там, где-то на неделю осталось, да, ну, во-первых, за Бахмутом к этому времени устроена вторая линия обороны, то есть это будет такая только пиаровская история, что вот, смотрите, Бахмут взяли, ну, как-то Бахмут взять за несколько месяцев, если это произойдет, подчеркиваю, то все-таки не взять Киев за три дня, так вот, во-первых, нечего предъявить, а, во-вторых, очень страшно, потому что, конечно, если прилететь какой-то украинский беспилотник на Красную площадь, во-первых, Витни Камильфо, а самое главное, что, мне кажется, что вот все эти психологические операции, вот это вот видео беспилотника, летающего над Кремлем, оно ровно направлено на то, чтобы сорвать Путину появление на 9 мая. И, конечно, нельзя тут не вспомнить, что, ну, сколько там, даже не 20 лет назад, вот в 2005 году, если я не ошибаюсь, на соответствующее празднование юбилея Победы, у Путина просто все приехали к нему. Меркель тогда приехала, приехал тогдашний, я не помню, был и тогдашний американский президент, но, в общем, абсолютно все европейские политики были. Почему я это помню? Очень хорошо, потому что в 2005 году должны были в это время огласить приговор Ходорковскому, и Меркель, собственно, приехала под обещание, что никакого серьезного приговора не будет, это отдадут условный срок. Соответственно, они все приехали, произнесение приговора задержали, после то влепили на полную катушку, ну, потому что Путин считал, что Европа это нечто, что можно вытирать ноги, и если лохи попались, значит, лоха надо развести. Ну, вот, сравнивая 2005 год с 2023, можно видеть, как бы, к чему пришел Путин, с чего он начинал и куда он пришел.